здравствуйте здравствуйте у вас что-то с интернетом я вас плохой плохо вижу вот сейчас хорошо вот так когда я повернулся так хорошо да так неплохо все это может как-то на интернет сел неудобно может быть что как там на россии да и честно не очень чего так но вот я допустим сибири да вы не виноваты рабочих мест кто виноват я говорю вы в этом не виноваты 6 сибири как это нету рабочих мест но китайцы все за ней то не вы думаете не всю сибирь ну кусочек заняли но остальное что сибирь должна процветать да по крайней мере мой город а как город за благовещенск че-то че-то так че-то это блин это далеко от китайской границы из подожди где че-то читает вода не вам к но я гляну пути это может быть по вашим местам далеко по нашим то по нашим это лапать по карте слушая я понимаю чем я теперь понял чем проблема че-то она как чина пишется и китайцы думают что это китайский город поэтому ты на них не обижайся пожалуйста и вот они и вы же поназывали посмотри как вы поназывали узон это что русское слово для населенный пункт урой акша урейск нас на нарасун это ж ну разве это русский надо бы называть там макшанск там как там мухасранск такой вот я могу вам объяснить почему такие названия давай мы же здесь гости тут историческая родина бурятов бурят это такие заблуду которые эти китайцы которые заблудились в тайге я так понимаю да 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 вот это это их историческая родина и вот они здесь она была послушаем гости ты бурятский язык знаешь ну нет конечно вот так ты говоришь гость вообще если ты но язык страны в которой ну ты как бы ты прибываешь ты можешь не знать не знать в трех случаях если ты гость оккупант или дебил правильно то есть получается ты вот все таки ну ладно согласен с тобой так зугалай могу и туй ага классный как город призвать ага при прикольное название не не так подожди тут расстояние до хрена не тут далеко до границы тут же подожди тут вообще-то это монголия подожди секунду тут монголия ближе может у монголы вас оккупировали знает нет китайцы но правда но все рабочие места за не китайцы такие как там цесари монтажники строить и там и когда я все китайцы так они свои предприятия организовывают или как нет они рабочая сила прямо приезжают так они приезжают и живут да но он как бы на одного русского до одного читинца приходится три китайцы ничего себе соотношение подожди они семьями приезжают женами с детьми не так подожди куча мужчин приезжает китайских они же понятное дело имеют деньги они находят себе женщин русских бурятских каких угодно ассимилируется это называется завтра они рождают детей и завтра вы уже не гости а их семья получаетесь так так и получилось вот у нас сибири так она есть то есть ты хочешь сказать что ну чита как минимум а иркутск то же самое капец улан-удэ понятное но это как раз между то есть вот этот весь низ да 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 и что вы себе думаете а подожди это не урезер или байкалу ты а это байкал как раздал а это потому что не можешь они с байкала будут воду брать пить типа пить и на канал так и есть она они уже берут вот в байкал капец но еще вы думаете себе так а нам что думать то обычно видим ну вы что живете тоже ваша земля ну там ладно ты гостя бурятышу себе думаю ну а что а что сделать то нечего сделать живем есть ну тоже правильно принципе мы же русские то такие терпевые мы же но не хочу никого спер убить ладно мы же такие терпевые люди и даже скажем так ну опять же но мы баран вот у нас есть путин там и правительство там и все такое и все мы как она есть так и будет мы не будем майдан устраивать у вас так ну ты понимаешь вам придется или уехать оттуда в рано или поздно куда-то уже вы все в москве поместитесь все русские ли как я в москве не надо но ты понимаешь у нас каждым годом будет все сложнее сложнее найти работу потом они начнут ваши квартиры за бесценок выкупать или им же надо будет это семьями ты пойми у китай перенаселен ну реально перенаселен им эти территории нужны как воздух просто для кому куда-то детей ну людей девать детей там все старка она и получается я с вами согласен полностью беда беда и поэтому вы лезете в украину к нам я теперь понял вы понимаете что вас китай выдает рано или поздно и вам укрой украина нужно вот так ну я же ввиду твою страну только не обидеть из ладно да мне вообще похуй на украину мне похуй на крым и тогда и я живу своей сибири мне вообще насрать какой своей сибири секунду в какой своей сибири если ты сказал что она уже китайская нет у тебя никакой сильно я к тому что по страны так подожди ты считаешь что вот это похуй это как бы плюс вам да то есть вам похуй что нас убивают вам похуй что ваша страна оккупировала нашу страну часть территории вам похуй ты считаешь что мы за этот похуй вас должны любить да как-то его к вам реально относиться то что вы не поддерживаете и то что вам похуй я считаю тут равенство мы ставим и все я подел я запутина все тем более я был у вас полгода 6 месяцев так ты служил или так ездил добровольца служил служил так это и где-то под границей стоял или ну или или в украине по границе так ты решу на здоровом между ростом а я понял так ты артиллерист или танки шуте там нарисовано но с такими наколками не берут в урна сиск армию это лес нарисован у тебя да и вот если ты знаешь значение не я не разбираюсь в тату честно говоря я только в зоновский там слон то такое это в армии он такие колют то хоть по твоей воле то буряк на колот у тебя решает делать здесь ты не там и я видел что к таракан какой-то вот тут на на руке что это таракан а шо означает он на нет там терпион ну да то что убила участник боевых действий я думал это всем колют так а кого ты в россии убивал если ты говоришь что ты не заезжал в территорию на территорию украины я в сирии был ничего себе так а в каком поразделении там же вроде покрошили все что ты такого же на придумал со своей сибири да не они на придумал а мне смысл тебя придумали теперь вашу жизнь не вижу мне смысл тебя брать кто его знает может и шаргане не был мигме и не был в тартусе был хорошо а какой кали подожди расскажи какой калибр автомата калашникова но у меня был 72 а какой еще бывает 55 45 а свд винтовка какой калибру ну у меня не было никогда с водой ажи от обычных войск такой пехоты пехота или vdv тут и ртв это шо российские теле телевизионные войска решают те кто насмотрелся телевизор и поехал в сирию защищать русский мир сирии или как да не после после строчки остался вот это служил уже 7 лет а в каком в какой части ты служил вам вам предлагали контракт в части или как не я вот когда строчку служил я сразу остался смысле в этой же части как остался ты в сирию лишь поехал так апсир это у нас командировки до всех частей в обязательном порядке не бывает в обязательном только по желанию знаешь есть такое выражение в армии добровольно принудительно добровольно принудительно ли может не согласиться да ты можешь не согласиться на тел воет сколько магазинов на разгрузке но смотри на какой на района на 1 обычной на стандартный рак на ратники 4 на российской на этом 8 на чем ну ладно хорошо так но а чё чё ты вернулся тогда если работы нет у тебя ни хрена чё ты в сирии не продолжил туда зажигать такая ну как страшно там убивает вот вижу ну с тобой же все нормально ну вот потому что вернулся пока не а по деньгам то есть выгодно как бы ты можешь жить какое-то время за эти деньги ну не за сирии в украине воде или очень хорошо платить ну хотя бы приблизительно сколько по деньгам есть смысл рисковать жизнью там слышал что покрошили вот этот ваш модный армия как-то там или батальон какой-то россии 300 тысяч через чего еще раз 4 300 тысяч 300 тысяч это очень до хрена час по даже по этим ценам это нормально в украине на лодку а в украине поменьше на украине смешно я больше денег потратил чем заработал и тут блин хохлы надурили тебя да а как что пришлось автомат свой покупать пришлось вам этот автомат воин торги покупать на украине платили 300 рублей в день но это вообще ни о чем 300 рублей в день не знание ну понятно тогда тогда все и так все хоть рассчитали себе киданули просто я слышал очень многие кто был ополченцами что даже так прослужил год вообще ничего не платили потом увидел ну ну кормили там такой вот ни одного такого случая не знаю или то мне наши раз но эти которые ну на наши которые с той стороны я имею ввиду но россиянам значит это нормально платят хорошо платят но по крайней мере сирии на украине ничего не хватит понятно раз в украине не платят но это и хорошо значит значит вам дорога в силу не ну а как подожди а как получается то есть ты же ну не как в военнослужащий ты же был как доброволец получается ну наемник наемник то есть ты считался военнослужащим не то есть российской федерации ты носил лычки все остальное что да 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 где ты там видел чтоб сирии носил кто-то обосновательные знаки российские вот ты бреху имени наш ты такой брехун сидишь камень раз не не знаю камень знаешь что такое нет я не знаю что это военная база в сирии я не разберу я не военный человеке так и что ну там российская военная база там все носит ну не знаю может быть а в украине база тоже есть ну просто мне сомнительно просто ты про украину сначала мне сказал что ты не был на территории украине а потом ты сказал что ты был это что тоже где-то в украине российская такая это кадамовский набери я не понимаю я я ввел до кадамовские российская да есть такое рядом новочеркасск так это хер знаде это в это в россии очень хрен знаде к дамовский но где на границе так это не в украине рядом с украиной чувак это ты что-то сбрыхал это за 300 километров от украины вообще-то шахты но не 300 километров сейчас тут ну не знаю сколько приблизительно ну сколько тут ну километров 50 наверно что такое 50 километров для русского человек так я не понимаю какой смысл ладно если ты был артиллерист и мог как-то там помогает стрелять а ты что ну пехотинец там тут и выдаваешь ник какой смысл тебе не достает так что такое ртв ракетные ракетно-танковые войска лишают я не разбираюсь честно опять не разбираешься но скажет я простым языком скажу ладно то ну конечно мне таки народе наводчик наводчик чего где шапку украсть на вода бомбить ртв а разведу разведывательно короче я не знаю что это такое колись радиотехнические войска да а в чем их фишка ну видим где враг а то есть подожди ты заходишь ты как дерге до заходишь смотришь и корректируешь огонь я правильно понимаю да не но это круто конечно это прикольно так в тебе приходилось и на серую зону ходить и на одну шут просто на территории россии ты ничего не мог корректировать тебе все равно надо было вылазки какие-то существует правильно да он не обязательно у нас хорошие же станции да там 200 километров это вообще не что а подожди так вот эти вот этих рыба херрерах сидишь или в чем я пытаюсь понять ну rr рэп радиоэлектронная борьба или это другое или это не ваши понятно факультет ртв ппо а и у нас что-то такое есть факультет радиотехнических войск противоповитренной обороны а у тебя специально россия стоит куда я с россиянами общаюсь а что мне с украинцами общаться мне интересно бакалавр специалисты и как мои соотечественники тому как обычно это все тоже хорохорятся конечно ты хоть честно сказал что они пытаются рассказать как у них все круто как они работают как в россии я ему это в сибири китайцы захватили да ты все врешь ты свой телевизор не смотри вам в украине все врут потому же я и основном и к тому что ты пытаюсь относиться так с недоверием потому что может и правда ты сидишь троллишь тут меня на самом деле смысл чем чего ну трое там скучно людям общаться же надо с кем-то правильно одни только дрочить тут сидеть и лишь а почему бы не общаться и правда не говорит ну вариант тоже не но россияне в так сколько я общаюсь стоит стараются показать что они живут лучше чем украинцы ну как-то пытаются до этого я честно скажу да я общался с твоими соотечественниками да ну что касается обычных людей то есть допустим зарплаты пенсии цены там магазинах там и тогда у нас все одинаково так я и я об этом говорю все правильно ты все правильно понимаешь я же не говорю что мы там лучше живем мы живем с вами одинаково вот мы одинаково живем плохо но тут вопрос я все время поднимаю но украина бедная страна у нас нету столько всего сколько есть у вас у вас только он веса там золото бриллианты не в тех раз все что хочешь есть я спрашиваю мне одно интересует почему ты живя в такой стране живешь так бедно и тебе приходится ехать в сирию убивать сирийца в украину убивать украинцев за бабло почему вот это меня волнует куда путин дел ваше бабло и довел вас до такой ну жопы пол вот это меня интересует я же обычный обыватель как могу знать ответ на этот вопрос кто его знает гражданин россии как ты те же может волнует этот вот потому и ясно мы русские люди какие мы терпеливые мы все терпим и терпим слушай а ты и беспилотниками управляешь это же вы без ну беспилотные аппараты тоже ваши да да а вас это вас орлан беспилотник да там крутой вот мне ты мне скажи орлан это спижина из израильского или нет мне говорили что другой совсем не говорили что ваших не мне говорили что ваши купили израильский потом у трошки подлампич или написали на нем орлан да ну ты израильский видео беспилотник то я и я и орлан не видел часто я так просто по новостям китайский беспилотник он выглядит как ну не знаю как ию он прям большой на всю полосу такой здоровенный он даже да он вообще здоровенного метра 4 у него размах крыла прикольно да у нас тоже у нас совсем а насколько ваш приблизительно но метра два размах у нас меньше даже меньше но у нас вот делают я в украине видел лэлэка такой называется но это аист по вашему ну в переводе то он не большой но не знаю не у крылья может метра полтора где-то вот такой вообще малюсенький это нам не они даже короче там резинка натягивается я видел по телеку это с резинкой прямо с рук с рук отпускается но чуть-чуть толкает и потом он погнался так а ваш а вашему надо взлетную полосу до или или катапульта я видел на а катапульта так короче то есть ты никуда не ходишь ты сидишь у прибора и управляешь вот у компьютера до прикольно а сколько он может летать этот ну там час два сутки до 18 часов это ваш или израильский наш ни хрена себе такая он солнечной батареи от сутки подождем солнечные на солнечных батареях или на чем обычный бензиновый так он дыренчит наверно когда летит очень громко длитит ясно его очень сильно слышно но он же на высоте наверно там километров 10 летит да поэтому и не доносится звук от него в зависимости от того как ты хочешь ты ниже идти а израильский ты знаешь как слышно израильский его очень сильно слышно на вас километра слышно так а спину его же могут сбить ей же жжете звуковые там на его тяжело сбить он мало тепла издает так слушай вот мне интересно все-таки наколка это лес наколот мне кажется что это нарисовано елкой деревья вот на руке у тебя да да это именно но ты это ничего это просто означает родину то это никакой не это да 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 не пони вот мне дальше вот чем больше от это нравится наколка на оригинальное такой не видел скорпион я видел у людей колят и девки себе коля то не тоже убивали кого-то боевые действия так то есть короче вот это получается рядом к дамовский а так тут база что ли она сейчас и гляну поэтому по спутнику да а прям российская база находится а вот это а слушай шут это за круглая херня такая короче поле такой поле интересное такое круглая рядом с этой базой и с такими полосками я давно не знаю но рядом же слова видимо или ты с гугла никогда не смотрел а вот она и вообще-то я подумал бы что это какой-то коровник честно говоря не база зачем-то опять не ну посмотри ну реально я же не потому что просто реально похоже какие-то эти все охуенно сделано это была моя единственная командировка которая была так все за ебатом так а как там ну сейчас и загуглю какой там номер части когда часть так адамовский так 150 мост мотострелковая дивизия или не понимаешь ирдицко а что это ирдицко берлинская ордена кутузова дивизия это ваше шо ли нет видишь они там каждые три месяца меняются там разные части заходят короче выполняют свои задачи типа перевалочная база просто не учение ученикам допустим вот да только набрали новых контрабасов туда отправляют они там три месяца служат и опять другие и опять другие ротации коррами ротация чтобы не засиживались да слушай так а там ну одни и те же рода войск или туда могут танкистов нагнать там потом там или только там понимаешь почти все роды войск там и начинает пвс заканчивая пво я понял не но танки туда же не пони танки наверно нет потому что танки что туда не нагонишь там же некий размещать и нет смысла их туда я так понимаю но там так а ты можешь работать послушай ты можешь работать и корректировать это же определенные только ну это же грады нет смысла корректировать это такое устаревшие тоже надо что-то ну какие там еще бубук не знаю не было у нас ввс так у нас мало там три самолета какие-то мвс не наоборот я корректировал ну ввс военно-воздушные силы так они не участвуют же самолеты и вертолеты не ну там на вначале они вроде бы участвовали потом вот там когда сбили наши ил-76 потом сбили малайзийский лайнер а потом вроде перестали же участвует не он может вдоль границ или не может доль границы ваша литая да 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 то есть ты хочешь сказать что ваши на сушках там рассекают но я не военный я просто смотрю с телевизора я тебе расскажу как я это вижу я знаю что ну я не слышал чтобы понять если бы ваши летали на самолетах то были бы случаи что избивали правильно я понимаю беспилотник без нового нет вопроса нету разведывательная техника летает это тут вопросом не знаешь с какой высоты может бомбить ту но наш русский самолет что что с какой высоты может бомбить русский сам то я не знаю с пяти километров ну так что ты думаешь на пяти километрах хотя бы одно пвло может сбить самолет с пяти километров бук может сбить на пяти километрах это очень тяжело это прям как и найти иголку в стоге стены это почти невозможно не но если нормально ради локационная станция мне кажется что там определить цели завалить его сложилось просто это надо чтобы сложилось все идеально ну давай правды глаза смотреть с пяти километров очень сложно самолет сбить просто нереально ну мне кажется ты за самолеты ты трендишь сейчас это 2014 год 2015 я поверю что летали а может ты в то время и был в каком это ты году был последний раз это что это что как раз а 14 15 ты был пятнадцатом а не в пятнадцатом я поверю я же думал ну да это что потом сирию свалил для меня просто да чуть-чуть туплю я думал что получается ну да возможно возможно это доверие но после пятнадцатого года перестали летать сейчас не но я не слышал что сейчас летали ты замотал меня извини за выражение пиздобола называть блин ну я с недоверием должен потому что тут полно пиздоболов поэтому ты извини я не хочу тебя оскорбить но просто я понимаешь меня легко обмануть потому что я не не секу военной военной части понимаешь поэтому ты можешь мне что угодно тут сейчас втирать я буду тебе верить мне интересно просто нет смысла тебе вижу и может быть и скорее всего больше не увижу с 5 километров но это ж надо у нас такая это но 5000 метров а в сирии в сирии тебе понт было то есть ты тоже тем же самым занимался а чужую сирии не сбили ни одного тамагамка расскажи мне как ты там их вычислялся ты нет ни одного кого ну тамагавк помнишь запускали крылатые ракеты по аэродрому и ваши говорили что прикрывает ну сейчас я уже до серьезно шоке как ваши сми работает что брут нам опять нет ну это правда привет вообще вот подожди опять что возвращаясь к этому смотри малазийский лайнер налетел летел на высоте 10000 метров выше даже и его сбили легко буком и судя по всему вашим избили ну то есть мы смогли что ты лишь на 5 километрах нельзя сбить лайнер и пушка это же разные вещи не ну понятно тут намного побольше или и скорость у нее крейсерская намного поменьше но все равно сам факт ракета по-любому догонит что того что того это же понимаешь если это же не чечня послушай а не чечня и сирия где нету пво нормального ну у нас то в украине слава богу пво нормальная может самолет у нас немного где в украине ну у нас такой но сбить самолет мы мог а в сирии но за сирию там американцы конечно у самих сирийцев что ты думаешь там ваша совдеповская пво так она же она еще радио техническая лава с какой пойми что на радио уже никто не летает у вас цифра кодирование так хорошо позывной у тебя бурят и так понимаю судя по твоему происхождению до колись сто процентов бурят не тем более разрез глаз у тебя такой на мой похожий цыганин это это позывной цыганин и я как сказать по семейные цыганин не путь коней лошад воровал да я понял ясно ну ремонтик ты неплохое должен сказать как для россии сделал себе на сирийские деньги а ты прямо квартиру уже готовую купил но красавчик не ну красавчик вовремя уехал руки ноги целый и бабло заработал это зачет а подачи если цыганская конокрад у тебя не ну конокрад длинный был позывной это же понимаешь я же какой уже цыганин это когда-то было я то уже обычный обыватель деньги чисто трудом зарабатывал я понял ну при этом я не хочу тебя расстраивать но ты на цыгана не похож так это хорошо а на кого похож не знаю не могу сказать хорошо а на какой частоте работает твоя станция которая управляет твоим беспилотником я не могу тебе такого сказать ну потому что ты не знаешь это ли уже такое сложное которое знает только специалист правильно но я специалист ну ну сколько гигагерц я не могу такого сказать сейчас всем что ну ты не знаешь или не можешь если если не можешь сказать не вопрос если не знаешь это другой я всем ответ в армии тупые вопрос но это не тупой вопрос это важный вопрос просто видишь ты вот такой смотри ты ты мне грузишь те вещи которые ты ну любой знает собственно говоря да а сложный выбор и уже не скажешь по частоте там но это знаешь я присягу давал чтобы такой день не если так я не буду наставить не туда вопросам нету хорошо хотя бы на какую первую цифру частота называется ты сейчас теряемые что ну серьезная ну пытаюсь понять те мощи назвать назвать название мне не надо и вы их я думаю кому надо тут знает а мне этого знать не обязательно ну вот и это те тоже не обязательно знать ладно не буду настаивать ладно интересно было конечно послушать ты меня сегодня уже ну так сейчас самое подкрадывается по поводу частоты я молчу чтобы опять ты меня не обвинил в том что тебя это оскорбляет принципе мне даже и хорошо что ты не веришь чем хорошо ну я и так здесь лишнего наговорил так что заебись ты мне не веришь то ладно блин ты таких секретных мне вещей на рассказывал которые никто не знает то что вы в сирии есть и вы в украине прямо я щас прямо вообще ты что открыл глаза мне ничего себе вот это как я думал шахтеры ты представляешь я думал шахтеры в украине воюют против нашей армии оказывается российская армия там есть а вдруг ты делаешь очень вот смотри 2005 новейшая российская бронетехника на полигоне к адамовский вот все в новостях начале апреля на полигоне расположена возле поселка к адамовский новочеркасска проходила выставка на которой были продемонстрированы образцы современной техники поступающие на вооружение внутренних войск и мвд вот по поводу твоих этих так на базе камаз урал газ фотографии есть какие хочешь тебе от павана выкладывали полностью все есть я не вижу смысла и тут он начал догадываться блин переключился не додавила его ребята не додавил чуть-чуть тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун ребята хватит у там писать ваши каракули и пишут в основном люди с аккаунтами созданными недавно по поводу троллит запизделся я его знаю там и все остальное ребята знают не знают а проверять мы будем правильно проверим человека как чего есть такая база есть рассказывать как рассказывает наколки у него есть так что нормально все наше дело собрать информацию передать соответствующим органом они уже примут решение надо это не надо и все остальное ребят пишут тоби треба идти в сбу главное чтобы из буду малиной пришло ребята раньше с медалью как вручат мне медаль а я был в топе кто недавно подошел блин а куда я где-то перекладываю а вот еще раз показывает кто только подошел зритель меня такую красоту прислал там там плохо фокусируется не кому как она должна о видеть дбс на сотни написано очень красиво и с обратной стороны он тоже симпатичный так что такие у меня вещи